Добрый день. Ситуация у нас остается тяжелой. На сегодняшний день за всего зарегистрировано 3389 случаев новой коронавирусной инфекции с начала эпидемии. Из них за последние сутки 99 случаев. Это самое большое количество заболевших за июнь месяц в течение суток. Из них 74 город Якутск, по 5 случаев в Нервингре и в Намском районе, по 4 случая в Мегано-Кангаласском, Мирненском, 3 случая в Алданском и есть в нескольких районах единичные случаи. Это говорит о том, что все-таки у нас по городу Якутску, к сожалению, за последние дни опять есть определенный рост заболеваемости. Так и практически по количеству заболевших Якутск вернулся где-то на 2 недели назад. Ну а по республике у нас по районам есть серьезное увеличение по ряду районов, которые необходимо сейчас локализовывать и делать, чтобы все, чтобы болезнь дальше по районам не распространилась. К сожалению, хочу сказать, что, судя по всему, у нас у многих людей просто немножко притупилась ответственность. Все решили, что режим самоограничения можно ношением маски на этом ограничить. При этом даже по городу Якутску видно, что маски носят далеко не все. И на сегодняшний день меры санитарно-эпидемиологического характера, даже тоже практически элементарное мытье рук постоянно и так далее. Многие забыли. Ну и, конечно же, ответственность руководителей за то, чтобы на рабочие места люди не допускали с признаками ОРВИ, с высокой температурой. Тоже, к сожалению, в ряде учреждений предприятий не соблюдается. И в результате этого мы видим и наличие таких внутрикорпоративных заражений, причем достаточно больших, от которых болезнь дальше заносится уже всеми, ну и со всеми вытекающими уже последствиями. Поэтому здесь и руководителям учреждений предприятий надо все-таки все меры соблюдать так, по замеру температуры, по недопущению таких работников в ОРВИ на рабочие места, но и населению в целом надо тоже подтягиваться. Не надо думать, что только ограничительные меры по ношению масок способны дать быстрый, эффективный и положительный результат. У нас на сегодняшний день 26 человек находятся в тяжелой ситуации, и пятеро находятся из них на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизни, мы надеемся на лучшее. За последние сутки 108 человек у нас полностью выздоровело. Радует то, что все-таки у нас количество выздоровевших полностью стабильно уже последние дни превышает количество заболевших. Мы все-таки надеемся, что к концу недели мы достигнем, уже начнем снижение заболеваемости как по городу Якутску, так и по районам. Но для этого, еще раз говорю, каждому из нас надо все-таки свою личную ответственность серьезно повысить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.